я хотела стать следователем я обожаю агату кристи мисс марпл эркюль пуаро это мое вообще просто все фильмы я смотрел книжки читала а потом как-то настя приехала и говорит надо чтобы аня поступила на театральный ну у меня конечно есть синдром младшей сестры все что старше все еще и мне надо нет я была всегда артистичная всегда как бы то просто настя сюда с детства вставала как бы на стул читала стихотворение я рядом могла просто танцевать стоять но то что я всегда была такая заводила это да ну вот видимо как-то наверное она видела это не знаю что сейчас я очень благодарна за это у нас никогда не было никакого конкуренции праха на меня на 6 лет старше во вторых она мама в детстве нас называла беляночка и розочка я была кипельно-белая настя тем не темные каштановые волосы но и она как бы другого амплуа что не знаю ну поэтому нет очень тяжело принимал все это папа но как бы две дочери все сразу же уехали и как бы и бабушки дедушки тоже не понимали чего как что там с нами происходит еще же всех сразу же какие-то мысли вот но прорвались хороший вопрос зачем люди ходят театра ну во первых что-то новое увидеть потому что мне кажется в театре каких-то сейчас решений больше чем в том же кино не знаю мне так кажется и что-то безусловно получить вообще это такой вызов всем вот нынешнее время такой вызов я не могу сказать что я много снимаюсь но я все равно снимаешь с кино пока у меня такой мне кажется что я знаешь как не знаю как помидор я еще зеленый который вот его сорвали и надо чтобы он вот дозрел дома под под диваном хотя бы начала мне кажется я так неплохо у меня был была первая картина с рената литвиновой жестокость потом были конечно какие-то сериалы сериала потом как-то все куда-то внутри может у меня самой произошло может я сама как то что-то не то сказала вселенной не знаю да еще мне ощущение что я уже не девочка но еще и не женщина сейчас мне кажется что я уже в такой стадии что мне надо самой написать сценарий и снять фильм может быть наоборот это мне дано чтобы я действительно чего-то больше поняла про себя про профессию у меня нет режиссерских амбиций может сценарных может быть сейчас вот что-нибудь напишу и для себя то я поняла пареньки про любовь 18 ты наверно только сердцем думаешь чувствуешь и у тебя так захлестывает эмоции что ты не видишь ничего кроме них сейчас ты больше понимаешь что ты ну как ты хочешь чтобы к тебе относились относись так к людям и любые отношения конечно это колоссальная работа бывает же так что может хочется прийти искать уйдите от меня не хочу никого видеть уйдите ты не можешь потому что здесь ребенок здесь котенок здесь еще надо как-то еще внимание уделить ты распределяешься ты о себе не так думаешь у тебя уже как бы все равно глава где-то там и поэтому легче открываешься для чего-то нового вот мне кажется что федька молодец помог он так хотел в садик он сам говорила хочу в садике так хочу в садик все время там а когда я в садик пойду первый раз когда я его отвела у меня немножко так как же мой мальчик чисто без вообще что же он как же вообще там будет артистичный просто все что я говорю что было в садике мне масса сказал мафа мне масса сказала что мы с я ее укусил его феди почему-то марфу укусила на же девочка потому что мы это она мне га мойка шкафчик мой шкафчик мой шкафчик и он начинает мне рассказать что они не поделили шкафчик вот это вот все то есть чую артистом будет хотя я буду давить до последнего чтобы сначала нормальную профессию получил потом уже наркотическую я уже по себе знаю что куда бы мы там и как бы я не отдыхала не хватает три дня а дальше я начинаю разыгрывать домашний спектакль игрится антиме пора уже на сцену и там пора на работу потому что я уже все мне надо уже быстрее быстрее это как-то этот этот наркотик принять но я не могу сказать что это никак не влияет скорее всего да я наверное стала объемнее из-за этого мне теперь ничего не наверное ничего не страшно столько всего прекрасно жизнь прекрасно и удивительно это такой подарок что надо просто ходить и радоваться этому ваше вот так вот gdy みたい Cincinnati lavender lavender она